всем привет сегодня будет видео которое в основном нужно для новичков потому что те кто уже много времени работает в анреле это знают вот смотрите если вы новичок вы допустим закидывайте какие-то мыши детали да то есть в проект и они у вас нормального вида вот как сейчас на изображении а бывает не очень нормального вида то есть разработчик который делал что-то до перепутал с размерами а вам необходимо уже готовый мышь изменить как бы вы не знаете как это сделать да не каждый знает что можно зайти в редактор так скажем моделирование изменить что-то не каждый понимает в этой программе что-то для этого в анреле есть некоторые вещи которые помогут ну давайте посмотрим вот это по сути дверь я понимаю что многие скажут зачем идти допустим эта дверь найти другую нормально ну бывает что не только дверь а персонаж я не знаю там статуэтка какая-то определенная которая вам только и нужно и у нее некоторые проблемы вот допустим это косяк двери здесь точка пивота вот она когда вы выделяете мэш а показано то есть в данном месте точка пивота является чтобы двери открывалась час секунду чтобы двери открывалась нормально точка пивота должна быть на оси поворота двери поворота двери в данном случае это косяк ему без разницы где пиво должен стоять но желательно конечно чтобы он стоял где-то в самом конце здесь еще тоже неправильно стоит для того чтобы это все изменить мы зайдем сам мэш нажимаем show пьют мы видим точку пивота вот она находится прямо здесь чтобы ее исправить в необходимое место вы получается должны ее допустим переместить вот сюда крутим справа details здесь есть такой у трансформ и про трансформ импорт ротейшн импорт юниформ скейл то есть вот эти штуки нам будут помогать с движениями мыши и так далее как видите да нам нужно сдвинуть допустим мышь чуть левее на вот это значение это примерно по оси x потому что она красная здесь вот написано ось x давайте выставим я не знаю там две единицы чтобы зафиксировать это перемещение вам нужно нажать re-import base mesh видите да мы сдвинули но не в ту сторону эти сдвинем наоборот минус 4 но потому что два сюда и еще по два штуки вот как раз таки мне кажется где-то здесь и выйдет так нет минус 4 это не совсем верно минус 5 бывают такие проблемы но приходится несколько раз решать одно и то же примерно где-то минус пять с половиной такое значение и оставим почти угадал вы конечно же это все не поймете где он находится если поставить прямо слева да мы почти попали переключив из перспективы вид сбоку мы сделали римпорт нажимаем сейф все значение . пиво то немножко сдвинута теперь смотрите у нас есть такая же дверь только неправильной формы да больше в разы чтобы подобрать эту дверь и этот косяк зайдем в дверь также заходим сюда transform только не не translation то есть сдвиги так далее да там не по точкам влево вправо вверх кстати можно и поворачивать это все если у вас какие-то градусы где-то не совпадают а а скейл так здесь к сожалению придется немножко гадать ну допустим я примерно предполагаю что это 0 1 то есть уменьшить где-то в 10 раз но смотрите . пиво то у нас находится опять таки не то можно сдвинуть точку пиво то где-то здесь но опять таки она будет сдвигаться лишь только на одном объекте то есть смотрите здесь есть такая штука как пивот сет и вот offset и так далее да то есть но он не корректен он только для единичной если вам этих дверей надо будет поставить штук 10 соответственно вам лучше изменять его из меша то есть вот здесь сапи вот давайте сдвинем на позицию я не знаю так же по иксу так нам надо сдвинуть на при представим что на минус 50 так не угадал минус 70 переборщил здесь немножко погадаем 67 представим что я попал сейф и теперь смотрите да то есть если мы выставим наши дверь и косяк и сделаем поворот двери удвоилась соответственно она поворачивается именно поэтому по этой точке пивота где она стоит если бы мы не изменяя также оставим допустим на 0 мы будем поворачивать дверь у нас будет вращаться вокруг своей оси это некорректно так дверку мы сдвинем поставим на место и выставим значение так это наверно минус 66 на чуть-чуть не угадали все-таки минус 67 правильнее на 67 это при условии что мы дверь уменьшили в 10 раз если бы мы не уменьшали дверь в 10 раз скорее всего здесь пришлось бы описать другие цифры давайте поставим точку пивота в другом месте с помощью таких значений как нажимаем на меш правой клавишей пивот сет пивот офсет нажимаем на ролик мышки и получается тыкаем так секундочку а подождите сет пивот офсет нажимаем именно куда мы тыкнули то есть я вот допустим хочу чтоб пивот стоял вот здесь нажимаю на на это место правой клавишей нажимая и он стоит здесь чтобы принять этот пивот надо нажать еще раз и только уже сет пивот офсет он примет на точку на это место ну то есть это изменяется чисто для одного объекта который у вас вот видите он не зафиксироваться потому что я не нажал если я давайте еще раз поставлю сюда и приму переключаюсь он уже здесь будет на этом месте ну а если я дверь выставлю еще раз точка пивота туда куда мы ее и поставили уже в редактировании мышь так ну давайте попробуем пройти сейчас я буду объяснять о коллизии видите да дверь то пустая так скажем двери нету а коллизия есть что же это такое бывает такое что когда вы ставите какие-то модели либо анрил либо так скажем человек который моделировал это объект неправильно сделал коллизию заходим косяк потому что у нас именно проблема с коллизии двери косяка точнее смотрите нажимаем коллижен simple коллижен галочку ставим мы видим вот такой вот зеленый контур вокруг косяка это означает что вот это все в зеленом контуре является коллизией внутри контура нету соответственно вот это все является полной коллизией одной есть такая штука как комплекс коллижен ставим галочку сюда видите тут появилась такая даже не знаю как это светло-синяя наверное бирюзовый цвет она у нас вот и здесь внутри появляется и снаружи появляется это комплексная коллизия но во первых не рекомендую комплексную коллизию ставить везде то есть вы теоретически можете поставить на эту штуку комплексную коллизию листаем details здесь есть такое коллижен пресет и коллижен комплексити нажимаем коллижен комплексити и здесь use complex collision as simple то есть принять комплексную коллизию как так скажем первичную сейф попробуем пройти мы проходим но такие комплексные коллизии это очень затратные на движок то есть видите немножко внутри тоже появилась окантовочка небольшая такое не рекомендую делать только лишь для определенных моделей слишком много не надо как же нам это решить коллизии это можно сделать опять таки в редакторе для мыши но можно сделать и в анреле во первых мы можем уменьшить эту коллизию выделяем ее когда выбрали галочку поставили теперь мы получается делаем скейл все коллизии убираются потихонечку для того чтобы она не уменьшалась прям слишком много можно отключить и потихонечку сдвигать вот где то вот так вот поставим далее мы просто нажимаем alt копируем допустим выставляем в бок также можно сделать еще коллижен это бокс добавим новый бокс он встает на полностью коллизию то есть на полностью наш маш но нам опять это же не надо нам нужно выставить верхнюю часть допустим он также уменьшаем до необходимые значения но здесь опять таки небольшие проблемы с передвижением будут у вас вот примерно настроили да пока и вверх сейф я отключил комплексную коризию как основную коллизию и поставил именно основную коллизию тремя боксами давайте проверим как это работает то есть я прохожу внутрь здесь я ударяюсь и не могу идти соответственно вот эти боксы нам помогают то что персонаж стоит как будто бы на воздухе это просто капсула его задевает коллизию и соответственно он не падает вот такая вот штука да здесь также можно делать коллизию как допустим допустим convert boxes to convex и так далее можно комплексную коллизию это auto complex collision делать то есть нажимаете давайте уберем вот эти все детальки точнее все коллизии просто я на них нажимаю выделяю и нажимаю delete сейчас можно состряпать комплексную коллизию но чуть чуть попроще давайте выставим примерные значения где-то 6 на 16 что-нибудь apply ну как видите тут слишком много нелепых вещей мест то есть она теоретически на некоторые предметы необходима но данной двери нет нужды давайте сохраним и проверим видите я задеваю за порог чуть персонаж подпрыгивает все так же получается я так же могу запрыгнуть на коллизию и так далее но прохожу через дверь с данной комплексной коллизии я особо тоже не хочу иметь дело но иногда она помогает на этом все друзья если есть вопросы пишите в комментариях всем пока